Здравствуйте! Вы смотрите новость о стальной магистрали. Меня зовут Дмитрий Козутин и в ближайшие минуты обзор наиболее важных и заметных событий последних дней. Сегодня в выпуске. Глобальная стратегия и международный диалог. В Минске прошло 62-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Общая память. В Беларусь прибыл поезд дружбы ветеранов войны против нацизма. Колыбельные колес и запах вокзала. Поэт Игорь Губерман рассказал о работе машинистом и своей первой книге про локомотивы будущего. Единая стратегия. Направление развития обсудили в Минске руководители железнодорожных администраций стран СНГ. Здесь прошло 62-е заседание Совета по железнодорожному транспорту. Крупнейший на пустоветском пространстве железнодорожный форум. Место встречи партнеров по бизнесу, обмена опытом и выработки общих решений. Белорусская железная дорога принимает у себя заседание Совета уже в шестой раз. На открытии участников поприветствовал заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Правительством Республики Беларусь уделяется большое внимание реализации масштабных инструктурных проектов, развитию транспортно-логистического комплекса, интеграции железной дороги в международную транспортную систему. С созданием единого экономического пространства возрастает значимость Беларуси, как транзит на моста между Европой и Азией. Важную роль железнодорожного транспорта в реализации стратегии экономического развития СНГ до 2020 года подчеркнул и исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. В СНГ отмечают важность международных железнодорожных транспортных коридоров, их согласованного развития, безопасности на железнодорожном транспорте, развития интеллектуальных транспортных систем. Весь комплекс нормативной базы, технологической базы, технической, по которым работают все железнодорожные администрации на пространстве 1520, решается на заседаниях совета. И сегодня целый ряд 12 вопросов, которые мы рассмотрим. На повестку 62-го совета вынесли вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, введению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых нормативных документов. Также участники подвели итоги выполнения решений предыдущего заседания и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог. В своем выступлении начальник Белорусской железной дороги проинформировал участников заседания совета о развитии магистрали, реализуемых в проектах и сотрудничестве с зарубежными железнодорожными администрациями. Сейчас доля международных перевозок по белорусской железной дороге составляет более 70% и постоянно увеличивается. Железнодорожные администрации пространства 1520 совместно ищут пути, чтобы сохранить и удержать пассажиров, борются за привлечение новых клиентов. Работать приходится в условиях серьезной конкуренции с авиационным и автомобильным транспортом. В первую очередь это на пассажирской комиссии в частности мы рассматриваем вопросы, направленные на улучшение качества предоставляемой услуги. Это и состояние вагонного парка, это требования к подвижному составу, это услуги на борту поезда. Второе, безусловно, это удобное расписание скорости доставки пассажира от пункта отправления до пункта назначения. И, допустим, в России мы применяем такие уже формы, как заказ такси, обслуживание на вокзале, то есть на борту можно заказать уже такси, получить определенного рода информацию. Ценовая политика, ну, наверное, одна из основных составляющих вот этого всего процесса. Не обошли стороной и глобальные грузопотоки. Динамика современного мира заставляет искать максимально эффективные и выгодные решения. О развитии Объединенной транспортно-логистической компании и других проектах говорили на итоговой пресс-конференции. Владимир Якуин рассказал о совместимости идей нового шелкового пути и транс-евразийского пояса развития. И хочу обратить ваше внимание, что сегодня китайские представители изменили название, формулу проекта «Новый шелковый путь». Он сегодня называется «Один путь, один пояс». То есть принята наша идея о том, что это не просто транспортный коридор, а это пространство развития. Есть еще тот вопрос, который на сегодняшний день надо нам заниматься. И позиция и руководства российских железнодорог, и Республики Беларусь, и казахстанских железнодорог. Именно вопросы взаимодействия на государственном уровне по таможенным и пограничным вопросам. На сегодняшний день мы должны сегодня, учитывая наше единое экономическое пространство, создать систему особого отношения к транзиту как таковому и максимального упрощения его перемещения через границы. Это тоже важное преимущество. Завершением встречи в Минске стало подписание итогового протокола. Следующее 63-е по счету заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества примет столица Узбекистана, город Ташкент. В рамках международного форума состоялись и двусторонние встречи и переговоры. Так, железнодорожные администрации Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи по документам поставили начальник белорусской железной дороги Владимир Морозов и генеральный директор Южнокавказской железной дороги Виктор Ребец. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере обмена опытом по организации железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, сотрудничество с грузоправителями и грузополучателями, отработки новых технологий погрузочно-разгрузочных работ, организации движения и поддержания на должном уровне железнодорожной инфраструктуры. И те технологии, которые есть в Республике Беларусь, те, опять же, наработки, которые есть в Южнокавказской железной дороге, они интересны и взаимовыгодны. И мы заинтересованы в четкой работе железного транспорта, как перевозке пассажиров, так и грузов, взаимодействию, предоставлению услуги. А для этого должны, конечно, совместно развиваться, динамично развиваться. Особую актуальность двустороннее взаимодействие приобретает с учетом вступления в этом году Армении в Евразийский экономический союз. Подписанное соглашение формализует договоренности, наработанные в ходе общения на предыдущих советах. Мы посчитали возможным поискать пути взаимодействия и возможности поделиться опытом в работе по конкретным направлениям, в части социального развития, в части реализации и введения новых технологий, особенно информационных технологий, в частности взаимодействия с соседними дорогами на стыковых пунктах. Там огромный перечень задач, которые решаем мы на своем стыковом пункте и для того, что же есть дорога на своих. Также стороны договорились о сотрудничестве в освещении совместных действий в средствах массовой информации Белоруссии и Армении в вопросах формирования, подготовки и развития кадрового потенциала белорусской и южнокавказской железных дорог. Память без границ. В год 73-я победы советского народа в Великой Отечественной войне о подвиге железнодорожников вспоминали и на заседании 62-го совета по железнодорожному транспорту. В рамках форума в Минске торжественно встретили участников международной социальной акции «Поезд дружбы ветеранов войны против нацизма». Состав прибыл точно по расписанию. Главные пассажиры – фронтовики-железнодорожники. 127 человек из Белоруссии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Эстонии. В торжественном митинге приняли участие вице-премьер Белоруссии Анатолий Калинина, министр транспорта и коммуникаций Анатолий Щивак, руководство Республиканской организации «Ветераны», начальники железных дорог собрались. Республика Беларусь была и остается верной традицией Великой Победы. Глава государства и правительства республики постоянно проявляют особую заботу о ветеранах Великой Отечественной войны. Наша политика – это мир и безопасность. От имени Совета по железнодорожному транспорту позвольте еще раз выразить вам слова глубокой признательности за вашу победу, которая стала и нашей победой, как наследников вашего ратного труда. С приветственным словом к присутствующим обратились участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Белорусской железной дороги Семен Береснев, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Новиков, председатель Центрального совета ветеранов войны и труда Белорусского транспорта России Николай Город. Это напоминает о том, что проявляется забота, ведь война – это очень сложная штука, сложная штука. И когда встречаются ветераны между собой, у нас все с каждым днем становится меньше, меньше и меньше. И мы должны, наши молодежи, показывать пример. С вокзала ветераны-железнодорожники отправились возложить цветы к Вечному огню на Площади Победы и почтить память тех, кто ценой собственной жизни дал возможность нынешним поколениям жить в мире. Также они посетили музей Великой Отечественной войны. Мы, железнодорожники, неделимы и только сообща делаем сильнее наши страны. И, конечно, это та акция показать молодежи, нам, ныне работающим, как хрупок и как ценен мир, и как звучало сегодня, необходимо всем работать, созидать, чтобы этот мир был всегда. Мы очень довольны тем, что это произошло. И очень признательно нашим белорусским коллегам, вообще Минску, руководству республики, за то, что наша идея нашла такую поддержку, то, что здесь были начальники всех железных дорог, это тот же символ, о котором говорил Владимир Михайлович, символ единства, символ поварищества, символ ответственности в одном и одном деле. Завершился маршрут поезда дружбы ветеранов войны против нацизма в Бресте. Ветераны возложили цветы к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Побывали с экскурсией в национальном парке «Беловежская пуща». Белорусская железная дорога присоединилась к мероприятиям Международного дня безопасности на железнодорожных переездах. Международная кампания проходит более чем в 40 странах. В этом году для нее выбрали девиз «Не торопись, не рискуй своей жизнью». 15 июня на всех отделениях Белорусской железной дороги прошли мероприятия, направленные на упреждение несчастных случаев на переездах. В каждом районе организовали совместное дежурство на переездах работников дистанции пути и сотрудников ГАИ. Водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды, а чтобы укрепить дорожную дисциплину, дополнительно вручали памятки, посвященные безопасности движения. Белорусская железная дорога напоминает. Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. За пять месяцев 2015 года на переездах зафиксировано семь случаев дорожно-транспортных происшествий. Травмировано восемь человек, четверо из них погибли. Почти все происшествия на переездах были связаны с несоблюдением водителями, а также пешеходами и велосипедистами правил дорожного движения. Когда удача отказала и все не ладится всерьез, нас лечат запахи вокзала и колыбельные колес. Автор этих строк, поэт Игорь Губерман, знаменит прежде всего благодаря своим гарикам, ироничным четверостишим на разные темы. При этом немногие знают, что трудовая биография известного литератора началась с железной дороги. Как в одной душе уживаются железнодорожник по профессии и поэт по призванию, Игорь Губерман рассказал в интервью для нашей программы. Игорь Миронович, я вас приветствую. И сразу вопрос о делах давно минувших дней, о юности. Скажите, что привело юношу с весьма характерным отчеством, характерной фамилией в Институт инженеров транспорта? Почему вы решили стать именно железнодорожником? А вы знаете, так просто судьбой сложилось. Я гуманитарий вообще проявлял. Отец сказал, занимайся чем угодно, но чтобы была положительная инженерная профессия. Я кончил школу с медалью и пошел в энергетический институт. Меня там засыпали на собеседовании. Потом я пошел в Баумовский институт в Москве. Там очень симпатичный человек сказал, парень, не сдавай документы, тебя все равно засыпают. Я повернулся и ушел. А в железнодорожной не было собеседования, была только медицинская комиссия. Я стал студентом МИИТа. И в нашем потоке было 22 еврея-медалиста, которых засыпали в других институт в 53-й год. Я стал железнодорожником и совершенно об этом не жалею. А где пришлось поработать именно по железнодорожной специальности? Это был год всего, когда я работал железнодорожником. Я работал машинистом электровоза в Башкирии. Поэтому привет вам в Башкирской железной дороге. Водил, значит, есть такое локомотивное депо Дема. Это через речку Белая от Уфы. Вот там я работал машинистом. То есть сначала помощником, но я месяца за два наездил свои 10 тысяч километров, сдал. И это было очень счастливое время моей жизни, потому что я познавал жизнь, мне было хорошо. Успели ли вы полюбить железную дорогу? Я водил электровоз. В ВЛ Владимир Ленин 22, старая модель. Сейчас их таких уже нет. С большегрузными составами. Получал большое от этого удовольствие. Мне было интересно. Жил в мужском общежитии, где наслушался, навиделся столько, что хватило воспоминаний на всю дальнейшую жизнь. Ну, в общем, я благодарен железной дороге. И, знаете, я до сих пор люблю этот вокзальный запах. От перегретой смазки. И с удовольствием езжу на поездах. В вашей прозе описаны достаточно серьезные, сложные, такие трагичные порой случаи. Я описываю только то, что было. Поэтому ситуации железнодорожные, которые я в разных книжках описываю, это полностью правда, которая происходила со мной или с рассказчиками. Я могу рассказать историю, которую я, по-моему, в лагерной книжке вспомнил. Мы на подъеме, по-моему, к Глино, сейчас не помню всех подъемов, раньше я помнил даже эти станции. У меня тормоз заклинило, тормозную колодку. Февраль месяц, мороз минус 30 точно, по-моему, чуть побольше. Я посмотрел на своего помощника, который должен был идти эту колодку выколачивать, и по его лицу понял, что он не пойдет. Он был опытный машинист, снятый за пьянство, он знал, что это такое. Я пошел сам, я минут 40, наверное, я выколачивал, может быть, час, примерзший металл к металлу, и выбивать, в общем, нечем. Короче, у меня, вы знаете, позже, ну, выжил, выжил. Остаток дороги, я, правда, сидел около батареи, отогревался, на полу сидел. А у меня еще несколько месяцев, я боюсь сказать точно, но 2-3 месяца у меня на спине рельса отпечатывался, вот, наискосок, потому что я лежал на рельсе, промерзла кожа. И на следующий день было собрание, депо, на котором начальник депо сказал, что я затормозил движение с коробкой за своим грузовым штамм стоял, но поскольку я все-таки исправил это повреждение, то никого наказания не будет. Вот такая была у меня однажды награда, и я помню до сих пор даже это ощущение. Потому что, знаете, я был уверен, что я не сумею отколотить. Интересно, что и ваш путь на литературном поприще, он начался тоже с железнодорожной тематики. Первая книга, если я правильно помню, «Локомотивы настоящего и будущего». 62-й год, Игорь Миронов, такой псевдоним. Писали о том, что знали, или же о том, что нравилось? Мне хотелось писать. А что писать, я еще не очень понимал. А поскольку я уже сотрудничал с журналом «Знание сила», в отделе «Сила», конечно, знаний мне всегда не хватало, то мне предложили написать о «Локомотивах», и я о них с удовольствием написал. И вы знаете, я иногда эту книжку вспоминаю, потому что вот как-то я ехал по Франции и увидел скоростемер, который там висит, и это было 280 км в час. Вот. А я писал в этой брошюрке, жалкой, в 62-м году, что скоро появятся поезда, которые будут ездить со скоростью 200-210 км в час. И редактор это мне выбросил и сказал, потому что, во-первых, это фантастика, а во-вторых, нечего прославлять чужую индустрию. Жизнь на дорогу по этому делу – это своеобразная романтика, но, тем не менее, в ваших галиках встречаются образы поездов. Я начал цитировать ваше Терастише, оно заканчивается словами «Всю молодостью белая поезда, поэтому тот день мне неизвестен, когда моя счастливая звезда взошла и не нашла меня на месте». Сейчас можно ли сказать, что счастливая звезда, и вы где-то пересекаетесь хотя бы? А я не знаю, что такое счастливая звезда, потому что вот когда, знаете, вот когда выступаешь и аплодисменты, и там и гонорар, то, конечно, как бы счастье. Ну, к этому быстро привыкаешь, на самом деле, и это уже становится работой такой просто. Поэтому я еще не знаю, что такое счастливая звезда. Вот рожались дети, рожались внуки, тоже счастье, а потом от них горечь одна, так сказать, тягости и все прочее. Ну, в общем, жизнь все равно прекрасна. Я все время повторяю еврейскую фразу «Барух Ашем», то есть, слава Богу, потому что, слава Богу, жив, слава Богу, интересно, слава Богу, семья, дети, друзья. Спасибо большое за интервью, Игорь Мирозович. От всей души желаю вам крепкого здоровья и не менее крепкого творческого долголетия. Пока жив надо двигаться, Игорь Светлович. Но это говорила еще моя бабушка, которая это приписала врач. На сегодня это все. Мы желаем всем успеха в делах и гармонии в душе. Мечтайте и добивайтесь. До встречи и счастливого пути. Субтитры создавал DimaTorzok